Гонка героев в этом году охватила 7 российских городов. Вслед за Москвой, Калининградом, Казанью испытать себя смогли и жители Владивостока. Заявку на участие подали больше трех тысяч человек разного возраста. Многие специально тренировались ко дню Икс. Сначала согласилась, потом только изучила маршрут. Испугала многое. Рукоходы, испытания. Девочка, мне кажется, всем будет тяжело, потому что руки у всех слабые. Но мы тренировались, как смогли. Посмотрим, как будет пройти это все. Особенности Владивостокской трассы – рельеф. Почти 5 километров по пересеченной местности с крутыми подъемами и спусками. На место прибыли и медики, которые ожидали большое количество легких травм. Пройти трассу участникам необходимо взводами. В каждом по 20 человек. А всего в этот день на старт вышли 60 команд. Военные и люди с высоким уровнем спортивной подготовки проходят все препятствия в среднем за 50 минут. Исходя из этого, организаторы отвели полтора часа на преодоление трассы каждому взводу. Каждый взвод бежит по очереди. Так что пока одни проходят сложнейшую трассу, другие в это время отдыхают в тени и набираются сил. Но и без того на полигоне есть чем заняться. Здесь развернулась целая выставка боевой техники. А кто-то даже может записаться на службу в армию по контракту? Да, конечно интересует. Как альтернативный вариант рассматриваю тоже. Почему бы и нет. Сейчас такая еще напряженка у нас. Вообще вот сейчас такое время после кризиса еще что-то. То есть себя вот как-то вот найти нужно. И вот это вот лето, тем более, мне кажется, это самый такой период для того, чтобы найти себя и дальше работать, служить, радоваться. Гонка героев это современный, но более сложный вариант сдачи норм ГТО. Трассу разрабатывали для тренировок специальных подразделений армии России. И пройти ее смог любой желающий. Преодолев первые два препятствия, многие избавили ход. Понимали, впереди еще больше 20 сложнейших участков и сил необходимо беречь. Во главе каждого взвода инструктор, который подбадривает и гонит вперед. Самое сложное это перелезть на кольцах через пруд. Даже пришлось не искупаться. Это было незабываемо. Вот, меня ожидал такого. По перекладинам тоже можно искупаться. Да. А тут все искупались. Я смотрю, да, вы все просто покупались. Просто мы любим грязь. Да, да, да. Самое интересное, это было 4 БТРа, под ними ползти. И мы любим страдать. Мы любим страдать. Было здорово. Мы помогли всем. На протяжении всей трассы участники ползли через БМП и БТРы, лазали по канатам, бревнам и сеткам. Сбирались на стены, преодолевали канавы, полные грязи. И все это под звуки выстрелов и завицу дымовых шашек. А на берегу всех встречал большой десантный корабль, который тоже был препятствием. Мне кажется, вот там преодолевание грязевых ванн, наверное, такое самое. А самое приятное, добежать и потом на транспортном средстве, на плавающем прыгнуть в море, немножко посидеть, отдышаться. Это примерно 65% трассы, а потом через море, наверное, это самое приятное, как бонус. Ну и дальше уже последние вот 35%. Сейчас посмотрим. Вот видите, как бодро бегут. Последний марш-бросок и финиш. Облепленные грязью, уставшие, но счастливые участники получают военные жетоны гонки героев. И для них это лучше, чем медали и кубки. Я жалею, что когда мне было 13 лет, не было таких мероприятий. Может быть, я бы пошел в армию. Мне очень понравилось. Эмоции зашкаливают. Было очень круто. Я не пожалела ни разу. Проверила свои способности, силы. Оказалось, я еще ничего могу выдавить. Финишировав, многие готовы были еще раз пройти всю трассу. Но такая возможность появится только в следующем году. В 2016-м в Москве состоится всероссийский финал гонки героев, куда будут отобраны лучшие взводы из 16 городов. Марина Симоненко, Александр Бортовщук. Новости на восьмом.